Поблагодарить за приглашение поучаствовать в такой представительной конференции. Должна сказать, что это не первый мой визит в Казань и участие в симпозиуме в университете. Мои отношения, можно сказать так, дружеские отношения, научное сотрудничество с Казанским университетом, историческим факультетом началось в далекий 1990 год, когда впервые меня пригласил профессор Шеревжанов Измайл Ибрагимович принять участие в конференции, посвященной буржуазным революциям. И с той поры я так полюбила этот город, в основном не только за то, что представляется возможность поучаствовать, послушать дискуссии, послушать интересные разнообразные доклады, но и за тот теплый прием, который всегда встречаешь коллег с университета. Ну, поскольку принято гостям дарить подарки, я и хочу подарить Институту международных отношений Казанского университета одну из своих монографий, вышедшей в 2019 году, британские дипломаты Екатерина II, диалог и противостояние. Ну, я думаю, что это как раз заинтересует тех, кто интересуется английскими дипломатами и отечественной историей. Так что я вам передаю свой труд. Ну, а теперь я перейду к своему докладу. Изучая проблему восприятия британской культуры в России в эпоху Петра Великого, мы обратились к интересному источнику – книге Джона Пири «Состояние России при нынешнем царе». Хотя данный труд был переведен с английского и издан в нашей стране еще в 1871 году, однако российскими учеными 19-20 веков, занимавшимися Петровской эпохой, он практически не был замечен. Но вот Платонов, известный советский писатель, он как раз написал рассказ, посвященный этому герою. Джон Пири являлся уникальным для своего времени специалистом. Не имея специального образования, освоил профессии морского капитана, корабела, инженера, строителя доков, шлюзов и каналов. Во время своего визита в Англию в 1698 году Петр I нанял английского капитана к себе на службу, и Джон Пири прожил в России 17 лет. По возвращении на родину издал в 1716 году книгу, в которой поделился своими впечатлениями о нашей стране. Он подробно рассказывал о том, как занимался работами для водного сообщения между Черным и Каспийским морями, это проект Волгодонского канала, как на Воронежских верфях строил доки, способные осуществить судоходство 80-пушечных кораблей. Пири также исследовал реки Петербургской области с целью устройства водного сообщения с Волгой, это проект Волгобалтийского канала. Помимо Петербурга, Москвы и Воронежа он посетил многие районы России, Астраханскую губернию, северо-восточные земли вблизи Татарского моря. И в своей книге Пири поделился впечатлениями об образе жизни северных жителей России, рассказал о покорении Сибири, о сухопутном сообщении торговых сношениях с Китаем, описал, как он называл, татарские орды, населяющие восточные районы страны. Бесспорной заслугой Пири явилась также составлением географической карты России. На основных проблемах, которые поднимал Джон Пири в своем труде, мы останавливались прежде в своей книге «Британцы в России в XVIII веке». А вот в данном сообщении мы предполагаем остановиться лишь на одном из сюжетей, описания нерусских народов и этносов, населявших территорию Петровской России. Следует отметить, что описания России, впечатления о русских людях и реформаторской деятельности Петра I, которыми поделился в своей книге «Британский инженер», во многом следовали тем стереотипам, которыми были отмечены путевые заметки многих иностранных путешественников, посещавших нашу страну в XVIII веке. В то же время в подобной литературе очень редко встречаются этнографические зарисовки районов и народов России, которые были колонизированы Петром I или его предшественниками. Переволея случая, оказавшиеся в местах проживания нерусских народов, оставил подобные записи, которые, безусловно, не могут не вызвать интерес наших современников. Англичанин обратил внимание на намерение Петра I послать людей с целью снять верную карту страны, как только наступит мир со шведами, чтобы выяснить, смогут ли корабли проходить мимо Новой Земли в Татарское море на восток от реки Аби, где можно было бы строить суда для отправки к берегам Китая и Японии. Это позволило бы открыть путь для перевозки грузов и товаров к тому порту, где царь решит устроить верфи для строительных кораблей. Здесь построили бы складочные места, магазины, а также основали фактории. Корабли из европейских стран смогли бы совершать незатруднительные плавания и получать товары из Китая и Японии. Этот путь, полагал Пири, был бы несравненно удобнее того, впоследствии которого производится ныне торговля между Москвой и Пекиром. Планы царя, по утверждению англичанина, распространялись также на исследование самой крайней восточной части Каспийского моря, чтобы устроить там пристань с целью поощрения торговли с Великой Татарией. Говоря о народах, населявших территорию вблизи Новой земли, от границы Архангельска до Татарского моря, перезамечал, что русские люди оскорбительно называют их самоедами, что, по его мнению, весьма несправедливо. Самоеды живут в дружбе с другими народами, и известно, что от бедности и нужды они питаются самой непотребной пищей, к примеру, скупают у мясников по дешевой цене внутренности животных. Они торгуют вархангельскими мехами, кожами, лесным материалом для постройки судов. Переподчеркиваю, в пограничных местах самоеды предпочитают иметь как можно меньше дела с русскими во избежание дурного обращения и вероломства, которому подвергаются со стороны последних. Он описывал внешний вид самоедов, повествовал об их занятиях. Питаются они по преимуществу оленями, медведями, дичью, сушеной рыбой, репой, заменявшей им хлеб. Те, кто проживает вблизи Архангельска, научились от русских есть хлеб, и для этого в малом количестве закупают рожь. «Эта страна, – продолжал Пири, – изобилиют оленями, которых жители употребляют вместо лошадей. Олени служат самоедом также для одежды. Из оленей кожи туземцы шьют верхнее платье, сорочки делают из кожи молодых оленей. Платья и шапки, как внутри, так и снаружи, также сделаны из меха и шиты из одного куска, что не позволяет холоду и снегу проникать в затылок и на лицо. Сапоги самоедов шиты из двойного меха. Пири остановился также на описании жилищ обитателей Севера. «Все самоеды, – продолжал он, – признают себя подданными царя, однако отказываются принять христианскую веру в том виде, в каком она существует у русских. Пири довелось разговаривать с некоторыми самоедов, которые утверждали, что у них не существует установленной формы религии и нет духовенства, но что правила жизни они получают от старцев или старшин, которые ведут добродетельную жизнь и поступают справедливо. Они избираются по общему согласию и подчиняются постановлениям во всех распрях и недоразумениях. Самоеды верят, что существует Бог, который управляет солнцем и звездами и благословляет людей здоровьем и продолжительностью жизни, если только они справедливы друг к другу». На взгляд Пири этот народ очень доволен своим образом жизни. Особое внимание Пири уделил описанию Сибири. Он напоминал, что покорение Сибири произошло еще во времена правления Ивана Грозного, и большую роль в этом процессе сыграл купец Строганов. Занимаясь перевозкой по Волге ржи, соли, рыбы, других товаров, купец находился в сношениях, как писал Пири, с народами, которые проживали на берегах реки Аби. Строганов выменивал у них свои товары на богатые сибирские меха, черных лисиц, соболей, тигров, куни, с бобров. Своим умением обращался с туземцами, продолжал Пири, Строганов приблизил их к себе, а затем, получив от царя военную силу, менее чем за два года окончательно покорил Сибирь. Царь Туземцев был убит в сражении, его сыновья в качестве пленников доставлены в Москву. Один из потомков рода до сих пор живет в Москве, утверждал Пири, и к нему царь и дворяне относятся с почетом. Пири подчеркивал, что сибирское царство составляет восьмую часть всех владений Петра и приносит значительный доход в царскую казну. Важное следствие присоединения Сибири к России Пири усматривал также в налаживании выгодной торговли с Китаем. Ежегодно в Китай отправляются купеческие караваны, нагруженные преимущественно драгоценными сибирскими мехами, а также разного рода мелким ввозным товаром, получаемым через Архангельск. Из Китая караваны возвращаются с чаем в больших кувшинах и шелковой кампой, а также ввозят особого рода льняную ткань с примесью бумаги. Еще из Китая привозят в небольшом количестве жемчуг и слитки золота. Неудивительно, что в 1694 году из Китая к царю был прислан посол, и дружественные отношения, по-видимому, считал Пири, упрочили с обеих сторон, констатировал он. Не менее важным для царя является также то, что из Сибири в армию набираются рекруты, преимущественно в пехотные и драгунские полки, которые считаются лучшими в армии Петра. Примечательно, что процесс колонизации Сибири, как отмечал Пири, происходил практически безболезненно для местных жителей. Русские, живущие в Сибири, равно как и туземцы, поддерживают дружественные сношения с монголами, тунгусами, багдаями, узбекскими татарами, обитающими к югу от Сибири до пределов Китая, свидетельствовал он. Пири останавливался также на описании жизни народов, населявших территорию между Сибирью и Каспийским морем на восток от реки Волги. Здесь проживали бухарцы, монголы, калмыкии. Некоторые из этих народов, преимущественно калмыкии, находятся под покровительством царя, другие остаются в дружественных отношениях с русскими людьми, с которыми ведут активную торговлю. Эти народы придерживаются вероисповедания весьма схожего с магометанским, с той только разницей, что охотно употребляют в пищу конину и мясо других животных, которым ни турки, ни крымские татары не прикасаются. Как отмечал Пири, калмыкии заключили с царем договор, в соответствии с которым ежегодно получают небольшую помощь в виде зерна и одежды. Взамен они обязались в случае войны по первому зову царя прийти ему на помощь. Хотя этот народ, на взгляд Пири, недисциплинированный, но он сильный и воинственный и происходит, как предполагают, от тех скифов, которые прославились войной против персов. Недавно они оказали царю большие услуги в войне со шведами. Но следует отметить, что описания народов, населявших Сибирь и юго-восточной территории России, основывались, судя по всему, на личных впечатлениях самого Пири. К примеру, он рассказывал, что когда занимался на реке Камышенке устройством сообщения между Волгой и Доном, небольшие орды татар раскидывали свои палатки на противоположном берегу Волги. Для торговых сношений они часто переправлялись через реку, а также русские переезжали на их берег для той же цели. Многие из них, продолжал англичанин, посещали мои работы и с любопытством осматривали снаряды и способ употребления их. Таким образом, я имел случай оказывать им вежливость, и они приглашали меня и помощников моих в свой стан, где разговоры предлагали нам весьма основательные вопросы касательно нашей Родины и места нашего происхождения. Они всегда принимали нас очень радушно. Оставил в своей книге Пири впечатление еще об одном народе, населявшем территорию, расположенную на западе от Волги до Черного моря – кубанских татарах. Англичанин отмечал, что татары устраивают постоянные набеги на пограничные русские земли, грабят и жгут селения, и нередко увозят с собой скот, овец, лошадей, а порой берут в плен и людей. Обыкновенно татары устраивают свои набеги летом, когда луга покрыта обильной травой, чтобы лошади могли пользоваться подножным кормом. Каждый всадник запасается двумя лошадями, чтобы во время похода попеременно ехать то на одной, то на другой. Выступают они большими отрядами, продвигаясь вперед с такой быстротой и предосторожностью, что появление их не может быть заранее замечено и бросаются на всякую добычу, которая попадается им на пути. Опустошив страну, они с подобной же поспешностью возвращаются назад, прежде чем русские успеют опередить их и отрезать им отступление. С пленными обе стороны обращаются варварским образом, и этим несчастным весьма редко удается освободиться из неволи. «Из-за набегов татар земли между городом Саратовом и Каспийским морем почти вовсе не населены», – продолжал Певи, а в городах Камышине, Царицы, Черный Яр и Терки содержатся охранные гарнизоны, готовые взяться за оружие в случае тревоги. По той же причине русские в этих краях не занимаются хлебопашеством, хотя почва там чрезвычайно плодородная. Завершая свои этнографические зарисовки, Пери высказывал пожелание, чтобы царь поддерживал хорошее отношение с вышеупомянутыми татарами, оказываем свое покровительство. Добившись мира в этом регионе, можно через Волгу и Каспийское море упрочить торговлю с персиянами и армянами, а также завязать торговлю с Великой Татарией. Пери подчеркивал, что советовался по данному вопросу с своими соотечественниками, английскими купцами, которые полагали, что налаживание подобного торгового пути открыло бы со временем сбыт значительного количества английских сукон, равно как и российских льняных тканей, ржи, пшеницы и прочих произведений, добываемых из царских владений, потребность и употребление которых со временем могли бы развиться. Как видно, Пери не забывал об интересах своих соотечественников, заинтересованных в расширении торговли с народами, населявшими не только Россию, но и сопредельной территории. Не исключено, что именно этой целью было обусловлено столь пристальное внимание британского инженера к видам деятельности, а также товарам, которые приобретали или продавали тузенцы. Рассказал Пери еще об одном царстве, которое Петр I надеялся присоединить к российским владениям. Речь шла о Грузии. В 1699 году царь Грузии, одной из самых благодатных стран, по его мнению, на берегах Каспийского моря, изгнанный подданными своих владений, явился в Россию с просьбой о покровительстве царя. «Это был высокий, красивый мужчина», – повествовал Пери. В Москве он был милостиво принят царем, который назначил на содержание его доходы с нескольких деревень. Царь обещал выдворить грузинского царя в его владениях, но мятежи в России и война со Швецией этому помешали. Сын грузинского царя продолжал переиточиться, по приезде в Россию вступил в царское войско, где при Нарском сражении был взят в плен с шведами, а спустя четыре года умер в Стокгольме. А вскоре скончался и сам грузинский царь. Вследствие этого рушилась окончательно заманчивая надежда царя на покорение Грузии, или, по крайней мере, устройство в этом крае поселения с целью принудить жителей к обязательной торговле и податям, что было бы чрезвычайно выгодно, заключал Пери. В заключении мы заметим, что за время своего пребывания в России Пери сумел неплохо узнать жизнь нашей страны, ее народов, и потому его произведение, безусловно, заслуживает внимания и во многих случаях довольно объективным является источником для изучения истории Петровской эпохи. Но здесь бы я еще продолжила, может быть, несколько слов сказать, а как же относился Пери к русским людям, просто для сравнения. И здесь мы видим, что все-таки он такой длительный срок прожил здесь, но все же, следуя стереотипам, которые складывались у большинства европейцев, посещавших нашу страну, он не всегда давал объективные оценки и полагал, что русские люди отличаются вероломством, неблагородством в отношении всех тех, кто имеет с ними дело. Они изменяют своему слову и готовы предать партнеров. У них отсутствие чувства стыда и понятия о чести. Но вот на наш взгляд подобные оценки русских у англичанин сложились из-за сложности в отношениях по работе. Так у него особое недовольство и возмущение вызвали постоянные продолжительные задержки с выплатой ему оговоренного по контракту жалования. Когда же в конце концов мастеру заплатили, то оказалось, что он понес убытки почти в 40% от той суммы, которую должен был получить, поскольку с ним расплатились новоотчеканенной монетой. Однако на этом мастерство Перри не закончилось. Ему не разрешили покинуть Россию, чтобы поехать в отпуск на родину из-за опасений, что он просто не возвратится и не завершит начатую работу. И, наконец, чтобы получить окончательный расчет, Перри пришлось написать специальную докладную записку о своих злоключениях самому Петру Первому. Очевидно, что подобная эпопея с получением гонорара самым нелестным образом отразилась на впечатлениях британского подданного как о приближенных царях, так и о русских людях в целом. Ну вот это я заключила на этом. Единственное, что у меня вызывает сомнения о объективности суждений Перри – это то, что излагая беседы своей с местным населением, он на каком языке он говорил с ними. Вот это у меня вызывает недоумение, и поэтому не могу ответить на этот вопрос. Ясно, что он немного знал русский, но насколько были знакомы так называемые тузенцы, вот с английским это естественно не могло быть, но и русский ведь тоже был для народов, населявших Сибирь и Юго-Восток страны, тоже вряд ли был известен. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Автор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...